Так, ну что, добрый день всем, кто смотрит наши посиделки, так называемые субботние размышления о боевых искусствах и разум. Это планета дзюдо, и я представляю в очередной раз нашу дружную компанию. Фамилии не поменяли, да, Надеюсь? Фамилии не поменяли. Друзья, наш хозяин этого скромного заведения, Влад Макаров, кузнец Айкидо. Здравствуйте. Постоянный наш собеседник и эксперт самбо Рустем Маликов. Здравствуйте. Академия самбо Цикурского. Ну, я, Роман Карасьев, ведущий и наминитатель обстановки. Представляете, я неправильно называю, да, Яв? Мне хочется поправить. Выдающийся, Роман Карасьев. Выдающийся экспериментатор. Карасьев, а я без йо. Я без йо. Да? Я без йо. Ё-моё. Ё-моё. Да. Мы находимся в очень хорошем месте. Где не скажу. Но в гостях. Итак, есть такое предложение поговорить о нравственности в боевых искусствах. Мы с Рустемом ехали, немножечко затронули эту тему. То есть вы размяты уже, да? О качествах, которые есть в нравственности и как они могут формироваться в боевых искусствах, как они могут отражаться в нашей повседневной жизни и вообще нужно ли это все. Роман Георгиевич привел два примера спорта высших спортивных достижений. И тот и другой был из Олимпийских игр. И первый пример был про Римскую Олимпиаду 60-го года. Где произошел такой сумочек, который можно по-разному трактовать с точки зрения нравственности и морали спортивной. И противоположный пример тоже Олимпийские игры уже под дзюдо и по велоспорту. Да, в 60-й год это был велоспорт примерно. А вот под дзюдо это был 70-й год. Это был 84-й год. Финал тяжелой категории, Ямасито и известный, вот сейчас честно, я не помню какая страна. Ну, это в интернете есть, это даже поединок, кажется, алжирец или египтянин. Вот. Ну, это вот пример тоже некой нравственного поступка, который может входить. Мы можем тоже его как бы озвучить, обсудить, если ты хочешь, Влад. Чтобы понимание, да? Что надо пояснить, конечно. Чтобы понимание какое-то было. А потом мы можем, ну, Рустем тоже в процессе начал об этом тоже говорить, вспоминая свои моменты спортивно-соревновательной карьеры. Может быть, ты, Влад, тоже подключишься. И можно и жизненные моменты какие-то. Ну, коротко так. Олимпиада в Риме, 60-й год. Олимпийский чемпион Виктор Капитонов, известный такой велосипедист советский был. Где они, командная гонка, групповая гонка, это Италия, где велоспорт, как практически религия для итальянцев. Итальянец выходит в отрыв. Была установка такая, не упустить этого итальянца, потому что он, ну, претендент. И Капитонов было сказано, чтобы он держался этого итальянца. Он все время за ним следил. И когда итальянец начал идти в отрыв, сколько километров до финиша, я не помню сейчас было. Но это тоже все есть в интернете, можно посмотреть информацию. Капитонов прицепился за ним. А если кто следит за велосипедной ездой, ну, и велосипедными гонками, идея такая, что когда кто-то уходит в отрыв, одному от группы очень тяжело оторваться. Поэтому желательно, чтобы кто-то к тебе присоединился. Тогда как бы вдвоем можно уже меняться лидерами, да, и так-так-так уходить потихоньку от группы основной. Ну, Капитонов прицепился к итальянцу, гонка пошла. Итальянец начал набирать темп, а финиш должен был быть на стадионе олимпийском. Итальянец начал набирать темп, Капитонов за ним. Сколько-то километров проехали, ну, как бы нельзя все время иметь большую, как бы, вот эту работу, да, на большом режиме. И тащить, чтобы оторваться от группы. Поэтому итальянец обернулся, как бы, и несколько раз предлагал Капитонову, ну, помочь ему. То есть, делать смены и для того, чтобы в конечном итоге они вдвоем все дальше-дальше отрывались. В итоге Капитонов нет, 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 нет. Все время, как бы, говорил, что я не могу, не могу, не могу. И в конце, уже недалеко, там, от стадиона, итальянец, ну, показывает, как бы, Капитонову, что, окей, там, ты давай сзади, но я на финише, как бы, показывает, я первый, ты второй. Ну, вроде Капитонов, как показывает вся историческая документация, видео и так далее, как я, как бы, кивает головой, так сказать, соглашаясь. А почему? Не обязательно. Ну, смотри, сейчас, как бы, как бы, соглашать. Ну, идея такая, мы говорим сейчас, как бы, о нравственных некоторых поступках, да, и так далее. И, все, они въезжают на стадион, и, понимая, что итальянец, что, вроде бы, как бы, есть какая-то договоренность. Перед, какой-то, там, не знаю, за какие-то метры до финиша, просто, там, спокойно, там, отпускает, ну, якобы, уже, как бы, первым. Ну, Капитонов слазит с колеса, сразу, и, соответственно, финиширует первым. Ну, нехер и радоваться раньше времени. Все правильно. Так, хорошо. А как? Ты еще не пересек, пересек, все, да. Да, ну, как бы, знаешь, вот, мы говорим же о каких-то нравственных... Нет, никаких, вообще не вижу. То есть, в спорте нету нравственности. Да нет, ну, на чем он радуется раньше времени, итальянец? Все, пересек, и там уже выпивай. А он начал выпивать раньше времени. Вот и все, упиваться. С одной стороны, знаешь, как бы, есть такой момент, где... Тоже говорили итальянцу этому, да, зачем ты с ним договаривался. И если бы у тебя были силы, знаешь, что там так говорится, надо было просто взять и оторваться от Капитона, и все. Оторваться, и раз видишь, что он не тянет, оторвись от него. Да. Нет, тут я вообще... Кто первый, тот и прав. Так, Рустем. Ну, а что он мог? Он его не травмировал, ничего. Ну, обогнал. Мы уже говорили о том, что в спорте высших спортивных достижений там победа спортсмена, она, в общем-то, не принадлежит только ему. А, вот еще, да, правильно. Не принадлежит только ему, а принадлежит особенно на Олимпийских играх, особенно в те времена, когда был ярко выраженный социалистический лагерь стран и капиталистический лагерь стран. То есть она принадлежит и странам, и всему народу, и так далее, и так далее. Он же не сам себе мальчик, правильно? Да, поэтому, в принципе, еще в те времена, как бы уже сейчас признана, шла холодная война. Да нет, мы так не будем погружаться. Не, не, а так, именно так, что именно шла война, и здесь две страны разного лагеря. И здесь, возможно, скажем так, уже вот такими моментами философскими, нравственно-безнравственно, здесь как бы уже сложнее рассуждать. Другой уровень ответственности. Да, другой уровень ответственности. И, возможно, можно, знаешь, здесь вот, скорее всего, как бы это не так, но просто вот наш спортсмен мог элементарно не знать английского языка. То есть он мог не понять. Даже не надо гадать вообще, как это, ты первый, я второй, что он там указывает-то, скажем так. Да, он как бы, ну, он начинал договариваться с тем, с кем договариваться нельзя, итальянцы. Да, он не договаривался с этому домыслу нашему. Он кивал, да, да, посмотрим, да, да. А тот был настроен как бы, как на военном времени, как победить. Да, на победу, любой ценой. Да не любым. И он как бы кивал, он мог сделать просто неадекватные какие-нибудь рожицы, но его задача была выиграть. Но он, в принципе, смотрел, он же не делал таких ярко выжженных подлых поступков. Вот, подпись не поставил под договором. Он колесон там, на горько колесо не бьет. Честно, выиграл. И там, какие у них еще могут быть запрещенные приемы. Это ты с точки зрения технического, понимаешь, поведения. Мы все-таки сейчас не обсуждаем его действия. Все правильно он сделал. А я хочу спросить с точки зрения нравственности. Да все правильно сделал. Тут даже вопросы не возникают. В данной той ситуации он боролся до конца. И победил. Да, то есть он не вступал ни в какие, как бы, соглашения со своим соперником. Он просто, как говорится, через жилы тянул. Если по факту получилось, что он, как бы, какой-то нарушил кодекс, ну, такой, на уровне тонкого, то, как бы, он получит за это свою обратную связь, да? То есть итальянец с ним никогда, наверное, не будет пить чай там, да? Он парится в бане. Обида, конечно, была у всего итальянского народа. Ну и что? И это обсуждалось. Ну да, понятно. Хорошо. Значит, идея такая, что в данном случае... А, точно, правильно. Мы же всегда от общего, да? Потом к частному. И от частного к общему. То есть линия сохраняется. А то, Влад, сейчас съешь сейчас пока. Нет, нет. Пока ты слушай. Да, вот очень вкусные мы едим булочки, купленные в Москве, прям в том месте, где мы практикуем практически все. Айкидо, самбо, дзюдо. Вот. Это реклама. То есть, агентозавитель, реклама Веста, да. В печке, да. Нет, просто. Рядом магазин просто находится. Не в магазине мы практикуем. Ловкость рук. Отбираем лучший выдачный. Ну, давайте так, да? Значит, в данном случае... Все, вопрос закрыт. Вообще даже... Вот, Влад, если вопрос закрыт, то у него, конечно, своя точка зрения, по поводу... Он говорит, что здесь нет никакого даже процедента к нравственности, никакого это... Да вообще отношения, например, не имеется никакого. Нет, скорее всего, да. Скорее всего, здесь наш спортсмен не может быть осуждением... Нужна какая-нибудь подлость такая вот? Есть подлость-то? Хорошо, видите, вот, вот. Ну, я где-то в таком... На перепутье, потому что, с одной стороны... Собери. Мне кажется, что все-таки здесь была некая допущена такая подлость... Вот, со стороны одного велосипедиста по отношению к другому. Но, как говорится, большой спор. Дальше. Хорошо. Уйдем от велоспорта. Второй пример – это 84-й год. Финал – это Лос-Анджелес, Олимпийские игры. Финал Ямосита с известным тоже одним... Ну, это надо будет посмотреть алжирским. В описании я найду эту тоже ссылку. В описании к видео я там поставлю все. И Капитонова, и вот этот финал 84-й. Ямосита получает травму перед выходом в финал. За выход финалом борется, получает серьезную травму ноги. Там что-то сильное у него, кажется, был разрыв мышцы бедра. Задней поверхности или передней поверхности мышцы бедра. В общем, серьезный разрыв был. То есть, нога практически бездействовала. И видно было, как он выходил с татами и заходил на финальный поединок, практически не опираясь на ногу. Против него крепкий, боеспособный, так сказать, дзюдоист, спортсмен. В итоге вот этот алжирис, значит, Ямосита выигрывает. Олимпиада 84. Когда в интервью спрашивают у жильца, говорят, у оппонента Ямосита, говорят, почему вы, видя, что ваш соперник имеет некие травмы, да, вы видели, что он хромает, почему... А тот спортсмен, его техника была именно в ту сторону, на ту ногу. То есть, он делал там то ли переднюю, то ли заднюю подножку, ну, какую-то технику именно... Ну, долбил в слабое место. В ту сторону, вот. Почему он ни разу не сделал атаки именно в ту сторону, в которой его короны. Почему он пытался в другую сторону сделать, а в ту не сделал. На что он ответил, что, ну, как же я мог так поступить. Я же понимал, что любую мою атаку в эту ногу, это явно приведет к краху, ну, к катастрофической... К моей победе, но в то же время к катастрофе для Ямоситы, потому что она не только... То есть, это может быть травма, которая сделает инвалидом этого человека в последующем. Значит, и с точки зрения моей, я понял, что здесь, как бы, у меня есть плюс. Ну, то есть, неравный поединок шел. Да, а я за то, что все-таки выходили равные, да. Вот. Поэтому я пытался атаковать, он говорит, как бы, не атаковать в эту сторону, пытался что-то делать в другие стороны, не акцентированно на этом. Но не получилось ничего. А Ямосита сделал свою атаку, он говорит, и это моя вина в том, что я не смог противостоять атаке соперника, который имеет некие увечья. Да, физически, и все-таки я не мог справиться, и упал. После чего, значит, конечно же, это было верх благородства, воспринятое Олимпийским комитетом. Он был награжден, этот человек, как бы, медалью от Олимпийского комитета, типа, как фейерплей или что-то такое. И в Японии его всегда с благородностью встречали, как благородный рыцарь, там, и так далее. Самурай такого плана. Вопрос вот здесь. То есть, видите, мы, смотрите, две стороны рассматриваем. Один вариант, да, когда, использовав Капитонов... Ихо Грань переступил человек. Переступил, а здесь человек, он бы мог, ну, поединок, ты же вышел на поединок, значит, ты готов. Я делаю все, что я могу, но, с другой стороны, ты мог не выйти на поединок, да? Как ты думаешь, Влад, здесь какая, да? Есть момент равственности? Или все-таки им надо было не смотреть на это, а сделать атаку? Нет. Кстати, сейчас скажу, Ямасита сказал, что если бы ему сделали хотя бы одну атаку в эту сторону, он говорит, я бы даже не стал сопротивляться. Я бы просто, ну, как, все, практически я бы сдался, и все, на меня все закончилось. Потому что я понимал, что одной атаки в эту ногу будет достаточно для того, чтобы я закончил. А то туда не бил, да? А то туда ничего не бил. Ну, с какой стороны рассматривать? С одной или с другой? Ну, здесь у тебя травма. Боишься за свое здоровье? Не ходи туда, правильно? С другой стороны, ты принял решение, вышел, да? Я готов пожертвовать ногой, здоровьем, там, все. Правильно? Правильно. Тогда с другого человека всякая ответственность снимается. С чего это он должен там беречь? Нет. Мирные жизни могут сидеть, да? Как бы, а когда... То есть, тролли должны меняться. Мы не должны это путать все. То есть, вышли на татами два противника. Вышли с татами два друга там неразлучных. Вот и все. Поэтому нельзя так говорить, что это хорошо, а это плохо. Правила раз, поменялись, и все. Все, ну как, как правило. Не то, что нравственность. Некоторые могут нравственность в свою сторону использовать, допустим. А вот убивать плохо, а там... Ямасито повезло, короче. Да, вот так вот лучше. Ямасито повезло, что тот товарищ решил так светлость проявить. Да, просто повезло, смолодушничал. Потому что ведь можно же по-разному рассуждать. Например, вот в команде этого алжирца или египетца... Там же за ним стоит тоже страна, тренера, там все. Да, делали все возможное. Вопрос, если они воспитывали благородного рыцаря, тогда они очень рады за него, что он так проявился. Если они вкладывали в человека, в спортсмена и в достижения страны и так далее, то тогда получается, что он пожертвовал и их ожиданиями. Тут вопрос цены и ценностей уже возникает. То есть чуть-чуть другое. Ненравственного, а цены и ценности. Что цена? Победа, ценность здоровья. Да, скажем так, пусть потенциального соперника. Просто можно сказать, что алжирец, он, конечно, достойен уважения, это однозначно. А Емасида повезло. Емасида повезло, что с ним, в принципе, не боролись. У нас на сто процентов. Потому что, вот я хотел такую мысль сказать, что травма Емаситы, это же тоже характеристика его готовности, его судьбы. Понимаешь? Ведь он, получается, что реально в боевых действиях он не боец был уже в финале. Да, после наших разговоров Владу стало плохо. Представил себя Емасида. Я думаю, Влад просто сказал, что надо сделать паузу и пойти немножко разогреться. И мы вернемся, и, возможно, вспомним еще какие-то моменты и обсудим это вообще со всех сторон. Оставайтесь с нами.